Дорогие мои друзья, я приветствую вас на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Сегодняшнее видео будет посвящено одной из самых наболевших и актуальных тем. И актуальность эта тема, наверное, не потеряет никогда, так как мы живем в бешеном темпе, жизнь диктует свои условия, и мы никогда ничего не успеваем. Я не просто так решила включиться и посвятить отдельное видео данной теме. Буквально на днях мне поступил вопрос от одной из моих подписчиц, Виктория Регия. Если я неправильно произношу фамилию, прошу меня простить и поправить меня в комментариях под видео. Вопрос звучит таким образом. Как организовать свой день, как бороться с ленью и не откладывать на потом, где взять силы на семью и хобби? Друзья мои дорогие, я уже отвечала на подобного рода вопрос. У меня есть видео на канале, но это было очень давно. И вполне возможно, что кто-то не видел это видео. Возможно, я не в полной мере раскрыла тему, да, что вопросы мне продолжают поступать постоянно. И не только в Ютубе, но и в соцсетях. Юля, когда вы успеваете вязать? Юля, кто за вас вяжет? И так далее и тому подобное. Ну, расскажите, но научите. Ну, раз уж тема эта действительно очень многих беспокоит, да и меня она беспокоит точно так же, как и вы, как и вас. Понимаете, вам кажется, что я много вяжу и я много успеваю. Я на самом деле считаю, что я хотела бы успевать больше. И мне кажется, что я очень мало чего успеваю. Ну, давайте порассуждаем вместе на эту тему, да. И я буду рассказывать о том, как моя жизнь устроена, да. Возможно, вы что-то почерпнете из моей жизни. А возможно, в комментариях под этим видео вы мне дадите какой-нибудь очень дельный совет, который позволит мне еще больше времени уделять своему любимому хобби – вязанию. Ну, давайте начнем. Так как вопрос состоит из нескольких вопросов, будем по очереди. Я подглядываю, у меня все записано и даже законспектировано, чтобы ничего не забыть, да. Ну, набрасывала так. Бегла, потому что все не упомнишь, да. Сегодня это так, завтра это по-другому. Ну, но я расскажу, как я живу. Живу по основному принципу – это планирование. Но начну я не с этого. Начну я сначала, как организовать свой день. Первая часть вопроса – как организовать свой день. Друзья, ну, давайте для начала порассуждаем. Все мы, основная часть из нас – мамы, жены, хозяйки, да, хранительницы домашнего очага. И понятное дело, что бытовые вопросы занимают массу времени. Плюс лица есть, которые работающие, работа занимает массу времени, дорога на работу и обратно, да. Усталость берет вверх, и иногда хочется просто прийти и лечь, и отключиться, да, удариться головой об подушку и потерять сознание. Но помимо работы еще существуют бытовые дела, такие, как приготовление пищи, поход по магазинам за продуктами, уборка, стирка, глажка, ну, и так далее, да. Вот для себя я давным-давно поняла, что, какие дела у меня отнимают массу времени. В первую очередь, конечно же, это приготовление еды. Конечно же, каким образом я справляюсь с решением этого вопроса? Я вам скажу так. Я среди недели не делаю дела. С понедельника по пятницу я ничего не делаю дома. Ни я, ни мой супруг, потому что у нас не хватает времени. Мы уезжаем в 7 утра и возвращаемся в 7 вечера. Мы приехали, поужинали, я сажусь делать уроки с ребенком, супруг у меня идет в спортзал. Я дальше после уроков вяжу, снимаю для вас ролики. То есть я, мы досуг проводим по порознь, у каждого свои интересы. И не проводить его, а посвятить себя бесконечной суете, суматохе дел, это неправильно. Потому что когда же нам тогда жить? Нам не хватит времени на жизнь, на наши любимые увлечения, на наши интересы. А жизнь заключается ведь именно в интересах. И вот мы организовали работу в нашей семье таким образом. Для того, чтобы нам было чем питаться всю неделю. Я готовлю в субботу. Иногда у меня перетекает этот процесс еще и в воскресенье дополнительно. У меня всегда в холодильнике в субботу и воскресенье готовятся два первых блюда и два вторых блюда. Если я понимаю. Но одно первое блюдо у меня готовится в большой кастрюле. Это если, допустим, борщ, который мы едим все и любим его все. И у меня эта 8-литровая кастрюля улетает за два дня. А вторая кастрюля у меня 5-литровая, это какой-то суп. Либо грибной, либо любой другой суп. И вот эти вот два основных блюда, первое, я их приготовила, все прекрасно. Вторые блюда. У меня всегда есть два мясных блюда. Из вторых два мясных, это либо, это не либо, это в принципе запеченные куры. У меня всегда запеченные куры есть. И либо котлеты, там перец, ну разные, разные рыба. То есть два разных, потому что у нас еще и предпочтения в еде у членов семьи разные. У меня дети, особенно младший сын, у меня очень переборчивые в еде. Рыбу он не ест. Печень он ест только куриную. В общем, его накормить, это целая беда и целая проблема. Я вспоминаю себя в детстве, если честно. Я так мотала нервы с едой моей маме, что та тоже не знала, чем меня кормить. Каши у нас не ест никто в семье, абсолютно никто. Никакие, ни молочные, ну вообще абсолютно. У нас единственное из круп идет гречка. Это на гарнир. И что еще? Макароны на гарнир у нас идут разных видов. Рис изредка, но это либо плов, либо рис с овощами, либо рис с морепродуктами. Вот в таком ракурсе это все употребляется. Картофель, мы едим много картофеля, я его вообще обожаю. Я готова есть картошку и пельмени круглогодично, мне больше ничего не надо. Очень люблю эти блюда. Поэтому, если я готовлю рыбу, у меня не едят дети. Ни один, ни второй. Соответственно, у меня должна быть замена, второе мясное блюдо. И гарнир у меня бывает один. Потому что гарнир приготовить его всегда в течение 10-15 минут возможно. Закипела вода, закинули крупу, прекрасно, 15-20 минут, все готово. Но это как бы без проблем. Это можно сделать, пока переодеваешься, после работы. То есть, вот таким образом я готовлю. Если я понимаю, что у меня, допустим, котлеты, которых мне хватит на 3 дня, но у меня еще есть, запекаются куры, то я их засуну в морозилку. Понимаете? Готовые засуну в морозилку. И когда у меня будут подходить к концу котлеты, я достану, разморожу кур, протушу, либо в микроволновке их пропарю. И все, и второе блюдо готово. То есть, вот таким образом я убиваю двух зайцев. То есть, я не готовлю среди недели. Кушать нам есть всегда. Помимо этого, у меня, значит, каким образом построено. Например, готовлю я котлеты. Я беру фарша сразу в 2 раза больше, чем мне нужно. Для чего? Делю пополам. Половину я готовлю, половину я налепила и прибрала полуфабрикаты в холодильник. Или же котлеты я приготовила, а из половины я налепила тефтели и прибрала полуфабрикаты в морозилку. Понимаете? Или готовлю я тефтели, тут же у меня я оставила немного фарша, налепила фрикаделик и отправила в морозилку. То есть, вот эти полуфабрикаты, они выручают и спасают очень-очень сильно. Потому что бывают и гости на пороге среди недели. И нужно просто экстренно быстро что-то приготовить. Вот эти полуфабрикаты, это просто прекрасно. Также летом, когда перец, я также делаю много полуфабрикатов. Я замораживаю фаршированный перец, у меня порезанные баклажаны замороженные. То есть, быстро-быстро мне надо что-то, мультиварка. Это вообще, это сказка, спасибо тому чудному человеку, который это придумал. Когда уж совсем нет времени, накидал все, что было дома, поставил режим тушения, и блюдо тебе готово, пока ты с ребенком делаешь уроки. Вот, то есть, и я не просто замораживаю, да, я сразу режу порционно, порционно фасую, порционно все это режу кубиком, либо колечком, либо как-то еще. То есть, у меня есть всегда полуфабрикаты. Помимо этого, у меня всегда есть там сосиски, сардельки, то есть, что-то быстрое, чем можно заменить то же мясо, да. Но закончилось среди недели, надо же что-то кушать, у нас все мясные, мы все едим. Прекрасно, макароны отварил, по сардельке или по две каждому, все, наелись. Раньше я еще очень много лепила домашних пельменей, вареников, но на это у меня просто физически нет времени. Поэтому эти блюда я не готовлю, я их покупаю. И всегда есть что-то на бутерброды, да, либо это колбаса с сыром, то есть, перекус, позавтракать чем-то, да. Ну, муж у меня завтракает так плотно, капитально. Я вообще не завтракаю, сын старший у меня вообще не завтракает, младший завтракает, но какими-то бутербродами. Он вообще готов бутербродами питаться круглосуточно. Ну вот. Поэтому вот таким образом, да, кардинальным образом я решаю вопрос с приготовлением пищи. Дальше, уборка. Я со своим супругом, значит, я считаю так. Дальше, готовим мы вместе, убираем мы вместе. Почему я как бы женщина, да, а мне помогают в бабских делах, будем называть своим языком, мой муж? Потому что в моем понимании я точно так же работаю, как и он. Я точно так же добываю денежные средства для семьи, работаю столько же по режиму рабочего времени. Мы вместе живем в этом доме, мы вместе кушаем. Так я же не служанка, не рабыня из аура. Почему я должна над кем-то прислуживать, бегать? Почему надо мной никто не прислуживает? То есть у нас четко все работают. Все. Уборка вместе. Не только мы с мужем, но и дети принимают в этом участие. Допустим, Слава может элементарно вытереть пыль, не переломится. Если я готовлю старшеньки, у меня не переломится сходить в подвал и принести ту же морковку, картошку, лук, томат. Вообще не переломится, да? Правда ведь? То есть делегирование половины своих обязанностей на членов семьи. Хорошо, если у вас есть эти члены семьи, делегируйте. Вы никому ничего не должны. Вы такой же, такая же ячейка общества, такая же личность, со своими интересами, со своими потребностями. Как это ваши домочадцы? Пусть помогают, пусть принимают участие в этом. То есть мы все делаем вместе. Уборка. Мы убираем, мы наготовили покушать, мы убираем. Убираем мы вместе. Кто-то вытирает пыль, кто-то выносит мусор, кто-то собирает игрушки, кто-то пылесосит, кто-то моет пол. У всех распределены обязанности. Среди недели, конечно же, у нас полно животных в доме. Естественно, есть необходимость в том, чтобы убирать среди недели. Для этого у меня есть два сына, которые также вытрут пыль и пропылесосят. А уж глубокую уборку я делаю в субботу. Также в субботу у меня все стирается, в воскресенье у меня все гладится. На неделю. На неделю всем домочадцам и для себя в том числе я собираю на работу, чтобы я среди недели не заморачивалась вопросом, что у кого-то нет штанов, и мне их нужно после работы погладить, или рубашек нет, или что-то еще нет. Или вот эти моменты вообще у меня среди недели абсолютно никаким образом не трогаются и не поднимаются. Теперь, что касается закупок. Друзья мои, для меня было большим открытием, которое я сделала уже много лет назад. Трата времени, громадное количество времени мы тратим в магазинах, когда приобретаем те же продукты питания. Вы засеките время ради интереса, если вы пошли в магазин. Сколько времени? Вы же пошли в один магазин, а что-то могли там не найти, правда? Не было того продукта или той свежести продукта, которую вам хочется. И вы идете в другой магазин. В итоге, пока вы, даже не важно, пешком вы ходите или переезжаете на машине, пока вы выбрали, поставили на кассе, вы убили время. Итого, два-три часа вы выбрасываетесь из своей жизни на поход, даже если раз в неделю, на поход по магазинам. Понимаете? Я честно скажу, не любитель шоппинга никакого, никакого, ни вещей, ни для себя, ни для детей, ни для мужа, ни для кого, ни продуктов. Поэтому я делаю один раз, каждый месяц после зарплаты мы едем и затариваемся огромное количество продуктов на месяц. То, что не портится. Мука, сахар, крупы, консервы, мясные, если есть необходимость, там наборы или мясо, или фарш, но у меня пока еще свое, но тем не менее. Кур, допустим, у меня давно уже нет, я их покупаю. У меня есть морозильная камера, две. Есть куда сложить. Рыбу, точно так же, я все распределила по морозилкам. Даже сосиски, сардельки, все я это покупаю сразу, сразу. Единственное, что мы подкупаем в среде недели, это хлебобулочные продукты, молочные продукты и фрукты. Вот если в этом есть необходимость, то у меня не переломится ни муж, ни старший сын пойти это и докупить. Пишется список, даются деньги, пошли купили. Я не принимаю в этом участие, абсолютно никакого. То есть я не трачу свое время на походы по магазинам. Дальше, куда у нас еще расходуется время? У меня это табу. Я тоже была шокирована, понимаете. Буквально этим летом мне попадает квитанция, ну вы знаете, да, что мы живем, у нас во дворе два дома, и во втором доме у нас живет моя свекровь. У нее есть стационарный телефон, помимо мобильного телефона. И мне попадает ее квитанция за телефон. И я пришла в ужас. Друзья, я увидела 600 минут в месяц разговора по телефону. 600 минут! 10 часов просто поговорить! Это, я говорю, с кем и о чем ты можешь разговаривать? Ну я не знаю, 10 часов в месяц, но это же просто кошмар. Это же просто какой-то кошмар. Это же, я не знаю, я даже не знаю столько тем, чтобы убивать вот так вот время. Это, это просто ужасное в моем понимании. Поэтому подумайте, проанализируйте свою жизнь. Если вы действительно не успеваете, куда девается это время? Где вы его тратите? Где-то оно утекает. Телефон? Если не телефон, а может быть соцсети? Я не трачу на соцсети времени совсем. Я захожу в соцсети по необходимости. Если мне поступает, там что-то опубликовало, мне поступают какие-то, возможно, комментарии, я отвечаю только на комментарии. Я крайне редко даже пролистываю ленту, крайне редко. То есть, вот, блеснуло, вот все, что у меня вышло за одну перемотку. Вот это я увидела, я пролайкала, где-то комментарии написала. Но я не сижу там, я ничего не читаю, не выискиваю. Я не трачу времени на социальные сети совершенно. Комментарии. Да, сейчас я блогер, это моя работа. И я занимаюсь тем, что я отвечаю на комментарии. И отвечала, отвечаю, и отвечать буду. Всегда. Я постараюсь. По крайней мере, я постараюсь это сделать. Опять же, у меня, ну, в общей сложности, если, ну, это максимально я беру, это час времени в день. Максимум, максимум. Даже это много. Это когда, ну, сильно обвал, шквал, какое-то обсуждение какое-то. Тогда, да, час времени в день у меня тратится на комментарии в ютубе. А так, я знаю, что очень многие играют в игры. Не понимала, не понимаю, понимать не буду никогда. Я этим не занималась, не занимаюсь. И уже я писала посты везде, что не приглашайте меня ни в какие игры. Я не играю в игры, я не трачу свое драгоценное время на это. Возможно, утечка времени там. То есть, ну, для того, чтобы. Каким-то образом спланировать свое время, для начала вы должны понимать, где вы это время теряете. Люди, которые живут в мегаполисах. Мне вас искренне жаль. Я, когда попадаю в командировки в большие города, когда вы живете в этих пробках, я вам сочувствую до такой степени. Я не знаю. Я один раз ехала до аэропорта в Москве. Я вижу аэропорт, он вот он, он вот он рядом. Я ехала три с половиной часа. Боже мой, я не знаю. И моих нервов не хватало совершенно. Но я ехала среди дня. И если бы, допустим, я ехала бы среди дня, и у меня с собой было вязание в командировках, у меня его с собой. Нет, ну, нет, потому что мне даже некогда этим там заниматься. Я бы вязала. Но если, допустим, среди, вы возвращаетесь ночью, вы уезжаете ночью, это я понимаю, все, да, там тратится огромное количество времени, я ничего не могу сказать, огромное количество времени. Примите мои искренние сочувствия, да. Но, опять же, проблема пробок решаема общественным транспортом. Ведь, правда, так же и метро существует, и автобусы, когда доехать действительно можно гораздо быстрее, нежели на автомобиле. И вы это знаете, и прекрасно это понимаете. То есть для себя вы расставляете приоритеты в жизни. Что вам нужно? Престижнее приехать на автомобиле, постоять в пробках, потерять время, или же общественным транспортом, но вы добрались быстрее, сэкономили себе время, сели, взяли спицы в руки и работаем, да. То есть для того, чтобы планировать, нужно провести глубокий анализ вашей жизни. Куда тратится это время? Вот так. Я даже сейчас посмотрю свой конспект. В принципе, я озвучила все моменты, которые хотела озвучить. Это куда время утекает, да, и где его можно сэкономить. Я вам уже рассказала про магазины, как можно сэкономить время. Я рассказала вам про приготовление пищи, про уборку. Должны в этом принимать участие все. Все, буквально все. И вот когда я два дня выходных занимаюсь приготовлением, ну, домашними бытовыми делами, у меня пять дней в неделю, когда я могу позволить себе вязать. Я сделала с ребенком уроки, и я сажусь вязать. Но я работающий человек. Если бы я была неработающим человеком, конечно, я не напрягала бы своего мужа становиться к плите, помогать мне готовить. Хотя не переломился бы почистить картошки, там элементарно что-то нарезать. Я считаю так. Вот, но если бы я не работала, конечно, безусловно, весь быт, все было бы на мне. Я в этом уверена на сто процентов. Вот, и, конечно, и времени, ну, и времени у меня было бы больше на мое любимое занятие, да, было бы больше в любом случае. Дела поди... дальше, дальше. Я планирую на неделю свои дела, да, то есть сегодня воскресенье, я знаю, что мне на следующей неделе нужно сделать. Если это дело занимает маленький объем времени, например, от 15 до 30 минут, я его сделаю в течение недели. Если же это дело, которое требует времени, оно уходит на выходные дни. Но я, вы знаете, правильно бы расписывать, планировать свой день по часам, но у меня это не получается, потому что у меня всегда есть какие-то непредвиденные дела еще выскакивают. И так как у меня мало времени на дела, это всего 2 дня в неделю, да, то, соответственно, я планирую... В субботу я сделаю вот это, а в воскресенье я сделаю вот это. Допустим, приготовление пищи – это всегда суббота, и уборка – это всегда суббота, а все остальное – это приготовление детей к школе, сборы, да, это стирки, ну, не стирки, глажки, я имею в виду, да, какие-то, возможно, решения вопросов там, те же магазины или еще что-то в этом роде. То, конечно же, безусловно, все это происходит у меня в воскресенье. И у меня сразу вот единственный момент – я должна закончить, решить все свои вопросы до 3 часов дня, максимум 4. С 4 часов у меня свободное время, и я посвящаю его семье. Каким образом, да, это может быть какой-то ужин, прогулка там или что-то еще. У меня давно этого не было, но у меня это будет, я это все возобновлю в обязательном порядке. Вот, так, что еще? Я подгляну, подгляжу в свой конспект, хорошо? Потому что я могу что-нибудь забыть. Так, еще, когда вот прежде чем в субботу я начала готовить, да, то в пятницу у меня варится бульон. Я приехала с работы, поставила бульон, он у меня варится. В субботу мне это сократит гораздо больше времени на приготовление первых блюд. Вот таким образом, да. Если я знаю, что мне нужны будут какие-то салаты готовить, то я также заготовки сделаю с пятницы. Сварю ту же грудку, сварю ту же картошку в мундирах и так далее. Так, ну, в принципе, я рассказала, да, как организован мой день. В будни, понятно, приехала с работы, сделала уроки, села вязать. Все. Это организация моего дня. Но планирование должно быть в обязательном порядке. Без планирования, ну, практически, я не знаю, я не знаю, много, очень много времени будет теряться. Будем топтаться на одном месте, кружиться, вертеться, делать не делано будет. И результатов, точнее, мы не увидим, да, от своих дел. И не отдохнувшие вы будете. То есть планирование должно быть. Дальше. Что касается отдыха. Когда же отдыхать? У каждого, опять же, свои понятия об отдыхе. Кому-то хорошо считает своим отдыхом полежать, посмотреть телевизор, он отдыхает. Я, для меня, отдых это вязание. Я люблю также смотреть телевизор, я люблю смотреть вязальный YouTube. Но я совмещаю это. Я могу вязать, смотреть телевизор, слушать его и смотреть, в том числе, вникать, да. Я точно так же YouTube включила и тут же я работаю. То есть я не выпадаю из жизни и отдыхаю. Это для меня, это отдых. Для кого-то отдых это прогулка. Для кого-то отдых это сходить в бассейн. У кого-то отдых это в спортзале. Вот как у меня супруг умирает, он в этом спортзале, он живет, понимаете. Для него это и отдых, и работа над собой одновременно. Но у каждого понятие отдыха свое. Кто-то любит вышивать. То есть я совмещаю несколько отдыхов сразу. Поэтому определитесь, что для вас отдых. Что для вас отдых. Для меня отдых вязание. Именно поэтому, наверное, я вяжу, как бы, я не могу сказать, что много. Но у меня плечевые изделия ПА-2 точно в месяц выходят. Вот, поэтому я не могу сказать, что я прям тороплюсь. Нет, я получаю удовольствие. Иногда, конечно, бывает, как сейчас. Например, вяжу я платье, я понимаю, что я не успеваю уже его связать. Еще как бы две недели впереди. Но, тем не менее, я понимаю, что я могу не успеть. И придется мне включать пятую скорость. И я включу ее. То есть вот такие вот дела. Это уже из удовольствия перейдет в напряг некий. Но, тем не менее, это мое любимое занятие. А любимое занятие – это то, за которым мы теряем счет времени. Вот. Дальше. Ну, я думаю, что я, в принципе, ответила, да, как я организовываю свое время. Следующий вопрос. Как бороться с ленью и не откладывать на потом? Для меня, понимаете, это несвойственно чувство лени. У меня может быть усталость, но не лень. Я воспитана была вот так. Я с малечку. У нас была, у родителей до сих пор есть большая дача. Помимо дачи стройка. То есть работы хватало, дача огромная, 14 соток, и сад, и виноград, и клубника, и черешня, и все до кучи. И Том пришел с вами здороваться. Да, Томочка? Да мой хороший Томочка. Да ты мой хороший Томочка. Вот. Отвлек меня. И мне отец всегда говорил, день, год кормит. Как я ненавидела эту поговорку. Если бы вы только знали, да почему, почему, вот почему именно сегодня такая погода хорошая, я хочу на море с друзьями купаться. А почему я именно сейчас, именно должна идти этот виноград подвязывать, например. Или почему я должна именно в 7 утра нарвать эту черешню уже, она должна быть собрана. Потому что мать торгует, да, мама продаст эту черешню рано утром. Потому что потом будет солнце и жарко. Потому что виноград, если сегодня ты не оборвешь пасынки, завтра он перейдет в лозу. А лоза нам не нужна, потому что зависть идет винограда, потому что ягода не наберется. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это было бесконечно. И каждый день у меня начинался с того, что день, год кормит. А когда у меня был день свободен от дачи, у меня была мама со своими перекрутить помидоры, например. Например, посуда, полы. Я мыла полы в детстве, вторник и пятница. Я говорю, ну почему именно вторник и пятница? Ну почему нельзя среда и суббота? Почему нельзя просто один день в неделю, если дома чисто? Потому что сделай дело, гуляй смело. Все. Вот понимаете, вот режим распорядок был всегда в моей жизни. Всегда. С самого малочку. Вот как у меня родители жили по распорядку, всегда все запланировано. И я в этом выросла, и дети мои в этом растут, и муж мой в этом уже живет. Я не знаю, как было у них, но у него теперь так, как привыкла я. То есть план, план и еще раз план. И вот поэтому лень, чувство лени для меня не свойственно. Может быть усталость. Но вот эти вот поговорки, они каждый день со мной с раннего детства. И я понимаю, что завтра может не быть этой возможностью. То, что я сделаю сегодня, это во-первых. А во-вторых, ну друзья мои, есть очень хороший один психологический момент. Если уж у вас есть это чувство лени, да, и вы не знаете, как с ним побороться. А попробуйте договориться сама с собой. Это советуют многие психологи. Поговорите и договоритесь сами с собой. Вот не хочется вам что-то делать, и вы скажете, ну ладно, я сегодня сделаю, а в следующий раз я не буду делать. И вот это, когда вы, а в следующий раз придет, а вы опять договариваетесь с собой. Ну ладно, сегодня я сделаю, а в следующий раз я не буду делать. И вот эта методика позволяет приучить себя, то есть это входит в привычку, что это сделать нужно сегодня, а в следующий раз когда-нибудь, которого не будет, следующего раза не будет. То есть это отличный способ, отличный. И он обязательно сработает. Обязательно сработает. Попробуйте. Раскрыла тему ответа? Так, где взять силы на семью и хобби? Ну, где я беру силы на хобби, это понятно, да? Это не силы, это мой отдых. Я уже об этом сказала. Сил на хобби мне не надо. Они у меня есть всегда. У меня всегда есть силы на отдых. Поэтому немножечко не про меня, да? Не могу я сказать, где взять силы. Они у меня есть. А вот где взять силы на семью? Для меня этот ответ очевиден, мои хорошие. Отвечу вам таким образом. Когда-то, давным-давно, в течение пяти лет я работала в военной отрасли. И военнослужащие офицеры всегда любили, как отче наш, повторять, «Если семья мешает службе, разведись». Так вот у меня в противоположном направлении, если работа мешает семье, смене работают. Вот так. Мы живем, лично я живу, для меня институт семьи свят. Я живу ради своей семьи, ради своих интересов, да? Ради интересов своих домочадцев. И работа – это всего лишь средство для добычи денежных средств, чтобы можно было жить, да? Всего лишь. То есть работа всегда для меня была на втором плане. Всегда. Это всего лишь способ для существования. Все. И вот если работа мешает семье, поменяй работу. Это мое мнение. Не может не быть сил на семью. Ну, не может их не быть. У вас может не быть сил на работу, а на семью. Вы же ее создали. Она же у вас есть. Значит, у вас должно быть на нее и время, и силы. И в приоритете у меня именно так. А работа? Что такое работа? Это чужой дядя с чужими проблемами, которые вы решаете и получаете за это деньги. Все. Это работа. А зачем мне чужой дядя, если у меня своих трое? Правильно? Ну, пусть они мне не заплатят деньги. Но они меня расцелуют, обнимут, пожалеют. Я получу больше удовольствия, чем получу от вот этих своих грошей, заработанные за месяц. И кучу, как бы так тактично выразиться, да, нареканий в свой адрес. Потому что кто-то героически создает проблемы, а мы их героически преодолеваем. То есть вот такие вот мои хорошие дела. Вот так у меня всегда найдутся силы на мою семью. Потому что моя семья для меня на первом месте была, есть и будет. Интересы моей семьи, интересы моих детей, они для меня святы и первостепенны. Желаю и вам того же, мои хорошие. Обратите свой взор на работу несколько иначе. Работа – это всего лишь способ добычи денежных средств. Сегодня она одна, завтра она другая, послезавтра она третья. А семья у вас одна, и она точно в вас нуждается, и ваша семья вас любит, ценит, уважает. Я в этом уверена. Так дайте им свое внимание. Дайте им чуть-чуть себя. Мои хорошие, я на этой прекрасной ноте закончу сегодняшнее видео. Я надеюсь, что эта тема мною раскрыта. Если она раскрыта, пожалуйста, пальчик вверх, поддержите, пожалуйста, этот ролик. Мне будет очень приятно. А вам не составит, я думаю, много труда поставить лайк, да? Если вы можете дать мне какой-то дельный совет по экономии времени или по планированию, я с удовольствием почитаю ваши комментарии. И если они будут действительно стоящими, которые я не применяю в своей жизни, я обязательно внедрю их в свою жизнь. Обязательно. Пишите мне, пожалуйста, мои хорошие. Я желаю вам всех благ. Я желаю вам, чтобы ваша семья была для вас тем источником света, любви, радости, вдохновения, который все остальные проблемы устранял бы на задний план. Наслаждайтесь жизнью, мои хорошие. Я желаю вам этого. Никто за вас вашу жизнь не построит. Вы, только вы способны сделать свою жизнь той, какой вы её хотите видеть. И никто за вас, никто, только вы, мои дорогие. Я рада была с вами пообщаться. Виктория, большое спасибо вам за вопрос. Если возникать будут ещё вопросы, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием отвечу. Всё, до скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok